Мне, довериться мне, объединиться мне и помочь мне в том числе обрести мое имя. Я думаю, что, конечно, это теперь наше общее имя и это наша галочка в бюллетене. Мы тогда с надеждой, с верой, с надеждой говорили о том, что мы хотим изменить политическое пространство в стране. Мы хотим построить что-то новое, мы хотим увидеть другую оппозицию. Я стою сейчас на митинге, где я просто констатирую, в России родилась большая оппозиция. В России родилось настоящее большое политическое движение, которое представляет интересы большинства, которое может идти на выборы с конструктивной программой и готово побеждать на этих выборах. И мы — это политическое движение. Мы будем работать с другими политическими движениями, которые мы уважаем и которым мы благодарны за участие в этой избирательной кампании. Но напомните мне, пожалуйста, сколько в Москве, где живет 15% населения страны, получил ЛДПР? Сколько справедливая Россия, сколько яблоков, сколько коммунистов. Мы будем работать вместе с ними, но мы зовем их работать с собой, идти за нами. И мы будем лидирующей политической силой в России, которая будет бороться с единой Россией. И мы знаем, что только мы ее можем победить. И мы ее обязательно победим. На этих выборах родилась в России наконец-то политика, родилась оппозиция. Мы точно знаем, что делать. Мы точно знаем, как делать. Вы слышали сейчас объявление Леонида Волкова о том, что они готовы идти на пересчет голосов. По крайней мере, они сейчас заявили об этом. Формально, наверное, наш митинг достиг своей цели. С другой стороны, мы же понимаем, что они нас попытаются обмануть. Конечно, они попытаются нас обмануть. Мы знаем это? Да! Мы понимаем это? Да! Конечно, они сделают все. Они дадут мне реальный или условный срок и попытаются оттеснить меня от участия в политической борьбе. Они не будут регистрировать все наши партии. Они будут морочить нам голову с митингами. Они будут морочить нам голову с судами. Мы понимаем это? Да! Но сейчас мы точно знаем, как с этим бороться. Наконец-то мы нашли правильные форматы работы. Наконец-то мы знаем, что делать. Если вы были на митинге, на одном из митингов на проспекте Сахарова, я говорил о том, что мы должны ходить на митинги как на работу. И к нашей оппозиционной деятельности нужно относиться как к работе. Это были, наверное, какие-то верные слова. Но меня очень часто спрашивали, ну хорошо, а в чем заключается эта работа? Мы не понимаем. Объясни. И сейчас вместе с вами я могу сказать, что мы знаем, в чем заключается работа. Мы делали эту работу на этих выборах, и мы победили. Каждый третий москвич оценил нашу работу. И каждый из третий москвич сказал, эти ребята работают отлично, и я их поддерживаю. Я знаю, что некоторые из вас, наверное, ждут, что я призову оставаться здесь, на этой площади. Ждете? Да! Кто-то прокричал «нет», кто-то прокричал «да». Но я бы хотел оставаться все-таки с вами до конца честным. И если мы пишем на наших лозунгах «не врать и не воровать», я тоже не собираюсь вводить вас в заблуждение, не собираюсь вас подставлять, подвергать опасности и так далее. И если я звал вас на этот митинг для того, чтобы обсуждать результаты выборов и просил вас поддержать наш ультиматум, то ровно этого я сегодня... Мы все этого и добились. И я не хотел бы вас втягивать туда, куда вы не пришли намеренно. Когда наступит время, а может быть оно наступит, когда я позову вас участвовать в несанкционированных акциях, переворачивать машины, поджигать фаеры или еще что-то. Может быть такое время наступит. Я вам прям так и скажу прямым текстом. Ребята, приходите те, кто готов поджигать фаеры и ночевать на асфальте. Я буду с вами ночевать на асфальте. Но сначала я хотел бы вас предупредить об этом. Я прошу вас, чтобы вы мне поверили, потому что я знаю, что делать дальше. Когда-то на одном из митингов я кричал, что я сетевой хомячок, и я перегрызу глотки этим скотам. Согласитесь, я немножко погрыз эти глотки. С вашей помощью. Я точно знаю, что делать дальше. Я знаю, что жаба на трубе боится, подпрыгивает, потому что лапкам становится горячо. И это сделали мы. И это мы будем делать дальше. Мы знаем, как. Мы знаем, как превратить нашу политическую машину, которую мы создали на этих выборах. В машину, в паровой каток, которая раздавит единую Россию. И всех жуликов и воров, которых единая Россия распихала по всем властным кабинетам. Наш штаб не прекращает свою работу. Мы будем работать в Москве. Завтра, послезавтра, до второго тура, через год, через два года в Москве, в Питере, в Екатеринбурге и по всем городам страны. Эти форматы информационной работы, организационной работы, сетевой работы мы предложим везде, везде мы найдем единомышленников. Везде единомышленников мы включим в нашу работу. Кто из вас состоит в проекте «Навальный в каждый дом»? 36 тысяч человек только в Москве. Мы, включив в такие проекты всю Россию, мы покажем, что мы главная, лидирующая организационная политическая сила в стране. Мы такая и есть. Посмотрите на любую партию. Сидят мордатые мужики в Думе, получают сотни миллионов бюджетных денег и не могут абсолютно ничего. Здесь объединились люди, которые просто пришли с улицы. Они прочитали объявления. Приходите в Лялин переулок работать на избирательную кампанию. Они пришли. Посмотрите на себя. Вы друг друга не знаете. Вы просто прочитали. Приходи бороться за свою свободу. Вы пришли и боролись. Вы пришли и боролись так, что мы выиграли, что мы победили. Каждый третий голос. Мы с вами получили голосов больше, чем любой оппозиционный деятель в Москве за последние 20 лет. Спасибо вам большое. Это настоящая победа. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи!